Молчаливые мужчины с кольтами наперевес, шляпы, лошади, прерии, кишащие грабителями и кровожадными дикарями, а еще салуны, виски, девочки, покеры, блэк-джек, изолированные городки Фронтира и пустоши вокруг. Направление искусства, выросшее из рыцарского романа, включают в себя фильмы, книги, жанровую живопись и многое другое. Сегодня мы поговорим о вестернах, самых влиятельных книгах и их экранизациях. Место действия Дикий Запад, реже Канада и Мексика. Время действия обычно – индейские войны. Это примерно с 1860-го до 1890-го, включая легендарную бойню на ручье Вундетни. Иногда события уходят в 20-й век, освещая Мексиканскую революцию, иногда в первую четверть 19-го века. Если же вы видите фильмы, события в которых происходят в наше время, но образы, мотивы, ходы, типично вестерновские – это контемпорари вестерн. Вестерн – чрезвычайно гибкий жанр. Он легко и комфортно сливается с детективом, комедией, мюзиклом, боевиком, ужасами, да с чем угодно. Оказав влияние на нуар, он впоследствии сам черпал из черного кино вдохновение. Постапокалипсис во многом следует проторенными путями вестернов. Присмотритесь к безумному Максу. Фэнтези – и там вестерн наследил, чего стоит эпопея Стивена Кинга «Темная башня». Уживаться с роботами – пустяк, вспомнив фильм «Мир дикого запада» и его недавний сериальный ремейк. Даже в космосе ковбои дышат на удивление легко. Кинематографисты из Австралии, Бразилии, России безболезненно переносили сюжет на свои родные локации. Так, например, появился на свет поджанр истерны. Вспомните белое солнце пустыни. Главное, чтобы там, было пустынно и опасно. Киновестерн появился на свет практически одновременно с самим кинематографом. От раннего вестерна к классическому «золотой эрой» жанра считаются фильмы Джона Форда и Говарда Хоукса. Лицом «золотой эры» стал великий Джон Уэйн. В 60-х классическую и, казалось бы, непоколебимую модель вестерна перестраивают Роберт Олтман, Сэм Пекинпа, Артур Пен. Они играют с правилами, реконструируют миф, вводят антигероя, усложняют и углубляют сюжеты. Такие фильмы принято называть ревизионистскими. В них, по сравнению с классическими картинами, больше пародии, больше черного юмора, больше насилия. Впрочем, по уровню насилия они проигрывают спагетти вестерна – итальянской ветви жанра. Предприимчивые итальянцы не брезгуют копировать американские фильмы. Спагетти – дешевые, бодрые и эффектные. Имена они дали миру шедевры Серджио Леоне – гениальную долларовую трилогию с Клинтом Иствудом. Лицами спагетти вестернов были Чарльз Бронсон, Ли Ван Клифф, Клаус Кински, Генри Фонда и другие замечательные актеры. В нашем прозападном выпуске Книжкина – три самые важные книги жанра и их экранизации. В середине 18 века обитаемые части Нью-Йоркской колонии ограничивались четырьмя приморскими графствами по обеим сторонам Гудзона – от Устья до водопадов при его истоке и еще несколькими соседними областями по берегам Магаука и Скагари. Широкие полосы девственной почвы простирались до самой Новой Англии. Это были густые, непроходимые леса, в которых мог свободно укрыться туземный воин в своей бесшумной обуви из кожи дикого зверя. «Зверобой. Мастера приключений» Джеймса Фенимора Купера – первая по хронологии из пяти книг о кожаном чулке. Это захватывающее описание жизни колонистов на Диком Западе. Для сегодняшней передачи «Я хотел только полистать зверобоя», в итоге перечитал его «Взахлеб от корки до корки». Написанная в 1841 году, по сути, до золотой эпохи киновестернов, книга увлекает по сей день. «Соколиный глаз», «Чингачку», «Гуроны», «Уа-та-уа» – эти слова звучат для читателей Купера как музыка. По числу экранизаций «Зверобой» уступает лишь Куперовскому последнему из «Магикан». С 2013 года вышло 8 киноверсий. Американцы считают лучшей свою 43-го года. Я отдаю предпочтение немецкому «Чингачгуку». «Чингачгук. Большой змей» – классический красный вестерн. Так называли картины, снятые за железным занавесом в ГДР в Советском Союзе. Индейцы в них не ужасные убийцы, как в сценариях загнивающих штатов, а борцы с гидрой капитализма. Главный такой боец – серб Гойко Митич, штатный индейец киностудии Дефа. Его соперником был эмигрировавший в ГДР из Штатов актеры Барт Дин Рид. О «Чингачгуке» можно говорить долго, но лучше просто пересмотреть. Яркое, красивое и доброе кино, которое оценили по заслугам даже индейцы Сиу. Они посвятили Гойко Митича вожди своего племени. В 90-м в СССР сняли еще одного зверобоя и тоже отличного. В ясном лунном свете южной ночи олень узнает злейшего своего врага – человека. Человек приближается верхом на лошади. Охваченный инстинктивным страхом, олень готов уже снова бежать, но что-то в облике всадника, что-то неестественное приковывает его к месту. Дрожа, он почти садится на задние ноги, поворачивает назад голову и продолжает смотреть. В его больших коре глазах отражаются страх и недоумение. Что же заставило оленя так долго вглядываться в странную фигуру? Может быть, его испугал всадник? Да, это он пугает и заставляет недоумевать. В его облике есть что-то уродливое, жуткое. Силы небесные, у всадника нет головы. Томас Майн Рид, капитан Майн Рид, любимый писатель мальчишек всех времен и народов. В 40-х годах 19 века ирландец Рид уехал из сонной Британии на поиски приключений, коих было в достатке за океаном. Журналистом он прошел мексиканскую войну и свои захватывающие книги посвятил тем событиям. Жизнь несправедлива. Рид имел оглушительный успех в Российской империи, в СССР, в постсоветских странах, но на родине был практически неизвестен при жизни. Существовал на военную пенсию. Мало того, был забыт посмертно на полтора столетия. Интерес к его творчеству возобновился лишь в конце 20 века. 60 книг вышло из-под его пера, а экранизаций всего две. Обидно, учитывая, что сюжеты Томаса Майнрида ничем не уступают Куперовским. Итак, «Последний мексиканец», «Мексиканский фильм 60-го» и «Советский всадник без головы». Одноименный роман, полон тайн, любви, приключений – все это перенес на экран режиссер Владимир Вайншток. На счету этого мастера приключенческих экранизаций – «Остров сокровищ» и «Дети капитана Гранта». К нему мы еще вернемся сегодня. И пускай спецэффекты предсказуемо наивны, создателям удалось самое важное – воспроизвести атмосферу американского фронтира, смастерить легкий мелодраматичный детектив в экзотических локациях. Олег Видов замечательно сыграл Мориса Джеральда. Мутный свинцовый рассвет с трудом пробивался через снежную кровлю. Лил дождь, вода в реке поднялась и продолжала пребывать. Мимо неслись заснеженные льдины, поломанные сучья, смытый с гор лесной мусор. Вдруг Филипп, сидевший с поникшей головой, вскочил, что-то громко крича. Грейс подняла усталый взор. Он указывал пальцем на плывущее дерево, которое ударилось о берег и, закрутившись, стало рядом с ним, как у причала. Грейс, сказал Филипп, загораясь прежним энтузиазмом, «Природа снова протягивает нам руку помощи. Если мы спасемся, то только по ее милости». Поэт и прозаик, мастер реалистической прозы Фрэнсис Брэдгард зарабатывал на жизнь в Калифорнии времен золотой лихорадки. Тот мир отразился в его книгах во всей полноте. Произведениями Гарта восхищались Диккенс и Киплинг, стихи его высоко ценил Осип Мандельштам. Экранизацию Гарта больше, чем у Купера. 10 сериалов, около 20 короткометражек и три десятка полнометражных лент. Выделю две. Четыре всадника апокалипсиса, яркий пример спагетти-вестерна, бескомпромиссный и стильный. Режиссер Лючио Фульчи, мастер хоррора, не гнушается насилием, превращая первоисточник Брэда Гарта в брутальное мужское кино. Впечатление от просмотра. Будто вы несетесь по прерии на взмыленной лошади, а кругом звучат выстрелы. И совсем другой пример. Вооружен и очень опасен. Советский вестерн от уже упоминавшегося нами Вайнштока. Здесь, конечно, вы не найдете свойственного итальянцам насилия. Вместо этого фильм радует красивыми пейзажами, прекрасной игрой Донатаса Баниониса, Людмилы Сенчиной, Леонида Броневого и песнями Владимира Высоцкого. Смотрите крутое кино и крепче держитесь в седле. До новых жанров!